ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ребят, всех приветствую! С вами Император Прайм. Хотел бы немножечко рассказать сегодня в обзорчике о танке Т-14 со 152-мм пушкой по Армате. В принципе, сравнения некоторые. Небольшой какой-нибудь бой и, в принципе, по фарму. Что самое главное, так как эта техника является премиумной. И нам самое главное узнать, как она вообще, в принципе, фармит деньги, как она чувствует себя в бою, ну и, в принципе, все нюансы. Вот, учитывая, что я ее протестил от А до Е, как говорится. Но начнем с цифр, да? В краткости начнем с цифр. То есть, такой вид, в принципе, имеет, я бы сказал, практически не отличается ничем, кроме дула видно совсем чуть больше, видно в этом размере. Но, давайте возьмем просто характеристики, ребят, и смотрим, что у нас получается. Смотрим сразу. Урон и пробиваемость. Урон у нас 1000 и 850 пробития. Смотрим по Т-14. Итак, у нас урон 700 и 830 пробития. То есть, немного пробития меньше. Но, на самом деле, это не катастрофически, что с 830, что с 850. Ты шьешь любой танк, без разницы, в НЛД и всякие уязвимые места. Дальше. Что касается насчет урона в минуту, то есть ДПМ. На старой армате 6,562 и 6,4 секунды КД. Смотрим здесь. 4,615 урона в минуту, ребят. То есть, уже ДПМ намного хуже. И 13 секунд перезарядка. Но в топе, ребят, я тестил со всеми командирами. В районе 10,28 или 10,26 в этом районе. Ну, то есть, или с Мирамоном, или с Оксаной Руденко. Вот. Но, опять же, к этому дальше вернемся. К командирам. 3,300 прочность у нас. Бронирование все одинаково. Даже не могу ничего не сказать. 3,300. А здесь 3,550. Единственная разница. По ХП. То есть, по ХП здесь немного меньше. Вот. А по бронированию все одинаково. Дальше. Смотрим по разгону. И вот здесь первые нюансы. Все, что связано с маневренностью. То есть, 84 километра. 4,23 с 0 до 32. И смотрим здесь. Здесь. Армата со 152 миллиметровой. 75 всего лишь километров едет. И 4,96. Разгоняется. Масса 57,245. И скорость 29,85. Здесь 54 масса и 37,54. Вот самая главная фишка. 37 градусов. Скорость поворота корпуса против, ребят, 29,85. Да, она немного медленнее. Но не скажу, что это не там прям такая какая-то меркава там. Поэтому поворачивает, в принципе, на неплохо. Ну и по заметности. Ну, тут, по-моему, без разницы какая незаметность. Потому что АБТ все жестко светятся. Тут 6% всего лишь. И обзор 440. А здесь у нас 11 незаметность. И 475 обзор. Ну, опять же, что там все зависит тоже от командирования и тому подобное. УВН. УВН у нас минус 7. Везде все одинаково. Разброс 0,82. 1,92. Скорость прицеливания. Ну, вот. Здесь 0,97. 2,3 прицельный. И 39 градусов скорость поворота башни. Против, ребят, 43,4. Ну, как бы вот так вот. Что тут скажешь. По ТТХ немножечко она хуже. Но скажу, что и всех командиров, которые есть, ребят. Вот. Которая существует. Самый топ. Это, конечно же, Александр Кортез. Ну, просто лупит. Безбожно, как говорится. Очень сильно она лупит. Вот. Это арматура. Поэтому я на ней и посадил Александра Кортеза. Потому что с Александром Кортезом она выдает 1100, ребят. На 100 хп больше. Поэтому, не знаю. В принципе, поехали посмотрим, что как. И все. Поехали в рандом, ребят. Итак, ребят. Рассмотрим один из боев. На что, в принципе, способна армата в бою. Оценим ситуацию. Я во взводе, ребят. Вот. Поэтому мы вдвоем вот с Пенсвином катим на двоих 152-мм арматках, ребятки. Ну, и что, в принципе, будем рассматривать. Итак. Часто на этой карте, конечно, неопытные игроки тонут. Особенно, что касается парус-финксов. Хочу обратить внимание. Очень частенько до сих пор. Но, тем не менее, давно не игралась именно Б-линия. Поэтому я предложил поехать на Б-линию. Чтобы, во-первых, испытать также еще и фугасы. Но, как вы на своих экранах можете наблюдать, пару сфинксов уже нет. Потому что они утонули. И решили переехать через воду. Ну, не повезло ребятам. И поэтому минус 2 танка сходу. Просто вот нету. Печалька. Поэтому придется, конечно же, потеть, ребят. Ну, и так. Что же у нас дальше, в принципе, наблюдаем? Наблюдаем такую ситуацию, что у нас вот уже определенное количество врагов. Вот. И буду пытаться сейчас как бы там попробовать фугасы. То есть у танка сразу скажу, что вот 75. И смотрите. Просто пушку критует в хлам. Камулятивов нет. У этой арматы, сразу скажу, ребят. И птуров тоже нету. Как у старой. Опять же, делаю выстрел. И смотрите. Просто один выстрел фугасом. И выносится пушка. Вот. Поэтому в некоторых ситуациях очень хорошо зарядить фугас. И чтобы там, ну, у танка как бы повредить. То есть практически 100% повреждение. Смотрите. Опять выстрел. И опять максимально это. То есть все. Он не может стрелять по мне. Поэтому тут немножечко я так наигрался с фугасами. Потестировал фугасы. Тем более, вы сами видите, что... На что способны фугасы. Они просто, ну, вырубают. Все. Вырубают. Опять выстрел. Смотрите. Опять. Опять. Все. Человек не может стрелять. Поэтому понятно. Но знаете, что непонятно? Нас сзади объехало два танка. И я прям задним ходом пытаюсь, пытаюсь прям очень быстро просто, как говорится, уехать и что-то сделать. Говорю совзводному, давай, надо уходить срочным. Срочным образом. Дамага. Только 272 дамага. Ребят, ну и что делаем? Предлагаю объехать. Команды практически нету. То есть вся, вся команда, я бы сказал, ее практически всей команды уже нету. Смотрите, у них только три погибло, а у нас настолько. Ну, а теперь перейдем к скиллу, нагибу и эпику. Придется нам тащить вот Йети, я, Пимсвин и из... да, Дэдпул вот с Йети. Изик, Изик, конечно, ушел. Очень плохо. Нам приходится сейчас очень потеть. Очень потеть. И мы вот, вот, совместно с Дэдпулом даем плюху. А тут заходит Абрам сзади. Ну, просто трэш. Ребят, что тут скажем? И мы начинаем просто своими пушками уничтожать. Смотрите, как у них команда. Сзади еще двое. Это, это просто катастрофа. Даже непонятно, что и как делать. Я смотрю, оцениваю сзади, спереди. Тут впереди два фуловых. И даю плюшечку арматке. Вот, как бы, вот так вот. И также чекаю задний, сзади, сзади, чтобы не заехали впереди, сзади, впереди, сзади. Постоянная вот такая ситуация, ребят. И уже армата, которая была фуловая, ее уже нету. Вот, Дэдпул занял позицию, прикрывает мне спину. Ребят, а я пытаюсь с этим пацаном, короче, разобраться. Ну, а как тут? Выцеливаю и даю на 1100. И понемножечку этот агрессор АВ превращается в маленького безобидного зайчика. Вот, и что же, 6300 дамага. Даю еще, ой, извиняюсь, 7400 дамага. И уже полкоманды практически, даже больше половины команды, ребят, мы перешатали. То есть я, Дэдпул, могу сказать, один из подписчиков. Кстати, и вот Пинсвин, который приехал на помощь. И добираем, добираем, добираем. Ну, ну, выстрел, 3 шестерочки. Просто супер. И смотрите, что остается. Мы как были живы, так и остаемся. Но, сзади заходят еще, еще враги. 8000 дамага. Выцеливаю, 926 даю плюху. Уже, ну, просто нереально. Если бы 9000 дамага. Смотрите, 3 против 4. То есть, представляете, какой разрыв 3 человека сделало. Очень огромный. Перебить на танках со 152-мм пушкой. То есть, хочу, чтобы вы понимали, что во взводе, если будет взвод из 3 таких, то можно всю команду. Ну, если вы, конечно, скилловый игрок. Если не скилловый, ну, что же сделаешь? И тут я замечаю, что у меня справа там есть враг, который вот откинул дымы. Ну, очень, очень сложно, конечно, тащить. ХП уже на выстрел. 800 осталось. Ребят, 2 на 2. Тянули как могли, конечно. Но, если бы еще пару сфинксов не утонуло вначале, то, я не знаю, была бы прям победа, была бы очень классная. Но, тем не менее, сзади, сзади уже надо было шота добирать. Я заметил, что к 640-му там, 640-й с кем-то бодался. Но, тем не менее. Поражение. Ну, опять же, здесь именно бой показан не на то, чтобы победа там, да, похвастаться и сказать, что вот типа победа. Нет, именно показано то, что во взводе можно хорошо тащить. Можно также хорошо фармить. Об этом тоже сейчас мы перейдем. И, помимо всего этого, ребят, вот реально, помимо всего этого, я считаю, что бой просто вы видели, насколько, то есть, нас было и сколько их было. Знаете, что, короче, сейчас посмотрим по этому... По победам. Я сейчас просто пройдусь по победам и покажу, в принципе, по фарму, ребят. Интересную тему. Так. А сейчас, ну, например, вот этот бой, который был поражением, да, давайте посмотрим его. Итак, что же тут у нас получилось? То есть, 248 тысяч получилось, но это же при проигрыше, сами понимаете. При победе, ну, я тут, насколько я знаю, играл, по-моему, без према вообще. То есть, прем аккаунт не активирован вообще был. Премиум аккаунт не активирован, и ни одного буста не было. Просто ноль. И я получил бы 373 тысячи, ребят. Вот. Так, давайте теперь, что тут у нас? По команде, да? Ну, по команде, в принципе, вот видно, да, 7500. Вот, видите. Ну, то есть, вот мы втроем, в принципе, тащили. Обидно, что язика убили. Так бы могли бы вытащить неплохо. Ну, вот так вот. Ну, помимо этого, ребят, также мы рассмотрим еще, я тестировал в ПВЕ. ПВЕ, ну, то есть, давайте, например, вот, 20 тысяч дамага. Дамага, смотрим, просто 20 тысяч дамага. Здесь у меня према, я уже активировал, по-моему, если не ошибаюсь. И смотрите, то есть, 400 тысяч даже в ПВЕ можно формить на нем. Вот тут уже, видите, спрем статуса у меня активировано. То есть, ну, как бы, 400 тысяч можно даже не потеть в таком... Можете, в принципе, выбирать любой режим. Этот, в Столкаче, я не помню. В Столкаче, по-моему, тоже без према. Вот, 23 тысячи дамага, давайте посмотрим. Вот, столкновение. А, здесь с премом, да, был прем активирован. 23 600 и 560 тысяч. Конечно, смотрю, раньше мог получать миллион прям в столкновении, за мой миллион, то сейчас прям как-то фарм, наверное, с обновлением немного меньше стал. Поэтому на сегодняшний день, в принципе, вот такой вот 560 тысяч, ну, как бы вот так вот. Ну, 1600 можно получать, я думаю, в Столкаче. В принципе, в среднем, скажем так, 400 тысяч точно вы будете получать, ребят. Вот так вот. Ну, что, я думаю, все, что мог, сделал. Тестировал я также, говорю, КД-1026, где-то в этом районе, если выбирать другого там командира. То есть, или Оксану Руденко, ребят. Я тестировал, гонял и на Оксане Руденко, и на Хуан Карла Семирамоне. Так как там сведение быстрее, там перезарядочка, все дела. Но, опять же, самым эффективным оказался Александр Кортес. Ну, что тут скажешь. Вот так вот. Ну, а на этом, ребят, все. С вами был Император Прэм. Если понравилось, подписываемся на канал. Думаю, максимально показал и по фугасам, и по всем снарядам. Все, что только возможно. Опять же, по снарядам говорю, что нету ни кумулятивов, нету ничего. Есть фугасы, есть боксы. Все, с 850 пробитием. Без Кортеса бьет тысячу. Тысячу, короче. Вот так вот, ребят. Поэтому, как смотрите, для фарма уже определять и своим нужным танк. Брать его в аренду на 30 дней, на 3 дня и все остальное. Тем более, используя лут. Лутдок, ребят. Новый магазин, в котором можно, в принципе, зайти и посмотреть, и арендовать у кого-то армадку. Если кто-то там ее отдает. Ну что, ребят, на этом все. Пока. Да пребудет с вами сила. Удачи на полях сражения. С вами был Император Прайм. Пока-пока-пока.